13 сентября 1999 года в Дагестане погиб офицер-десантник Виталий Талабаев. После успешно проведенной операции в Новолагском районе на боевой машине он с экипажем преследовал уцелевших бандитов. Но БМД подорвалось на противотанковой мине. Капитану Талабаеву было 25 лет. Родители Героя России вспоминают, у сына не стояло вопроса кем быть, только военным. После пятого класса он стал мечтать, что он будет именно учиться в Рязанском десантном училище. Поэтому после восьмого класса он пошел в Суворовское, чтобы, как говорится, быть готовым к военной службе. А то, что героем, просто я знала, что он просто будет порядочным человеком. Торжества, посвященные Дню Героев Отечества в Самаре, начались с минуты молчания. Для меня очень почетно находиться на этой площади, почтить память героев. Я считаю, что это очень важное мероприятие для молодежи и, в принципе, для граждан Самарской области. Когда открываем музеи, либо проводим встречи, открываем мемориальные доски, видно, как у них горят глаза. Вот это самое главное. Зал тысячи человек. И когда на сцену пригласили Вадима Ивановича Дайкина, героя Советского Союза, все эти мальчишки и девчонки, которые свободные, где-то, может быть, шаловливые, может быть, непоседливые, они все встали и приветствовали его, стоя и аплодисментами. Их никто не заставлял. Вот это отношение детей к подвигу и героизму. Чествовать и вспоминать героев Отечества продолжит и в среду в храме Георгия Победоносца пройдет молебен по погибшим ветеранам и героям Отечества. Сегодня награды за активную работу по патриотическому воспитанию в правительстве Самарской области получили поисковики и волонтеры. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.